Здравствуйте дорогие друзья, в этом видео я расскажу все нюансы нового релиза второй беты iOS 11.1, а также затрону самую важную и не освещенную тему последнего финального релиза iOS 11.02. Так что будет интересно, ставьте лайк и усаживайтесь поудобнее. Да, они вернули 3D Touch для открытия многозадачности, как же я, да и вы этого ждали. Средние силы нажатия позволяют мгновенно переключаться между последними приложениями и это мега удобно, а глубокое нажатие открывает режим многозадачности с карточками программ. Функционально осталось, как и раньше, только левая грань iPhone и iPod Touch. Были добавлены новые эмодзи, раньше это вообще были самые главные новшества самых крупных обновлений. Новых иконок стало более 50, найдите их все. Челлендж оставляю открытым. Исправили режим удобный доступ, когда двойное касание по кнопке Touch ID сдвигает всю картинку вниз и не приходится перехватывать устройство. В нижней части иконки больше не конфликтуют, правда центру уведомлений через этот режим все так же не открывается. А раньше можно было. Владельцы iPhone 8 обрадуются по фиксенному микролагу возникающему при использовании режима портрет. Синтетические тесты производительности в Geekbench 4 по сравнению с предыдущей бетой не показали особой разницы в числах, а вот в Antutu очков стало больше, хотя как всегда все точки над И расставляют полевые тесты, а их на момент релиза видео не было. Что касается финального релиза iOS 1102, то я специально его не освещал, ну потому что действительно кроме трех исправленных ошибок ничего не добавили. Но вот было интересное видео сравнение от iApplebytes, в котором затестили время автономной работы на iPhone 5s, 6.6s и 7 на iOS 1101 и iOS 1102. И я мог бы с легкостью сказать, что и тут без изменений, но нет. На iPhone 5s время работы от одного заряда даже сократилось с и без того скудных не до трех часов на 13 минут. Apple не надо так. Будем надеяться, что Apple в скором отпустит старичка на покой с решенными проблемами с автономностью и исправленными багами. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч. Увидимся в следующих видео, разумеется если подпишетесь на канал. Пока-пока.